Матфея и Луки «Хозяине виноградаря». Однако и одного раза вполне достаточно для того, чтобы заставить нас призадуматься о значении этой фразы, потому что сказал ее не кто-нибудь, а сам Господь, и фраза эта настораживающая. В этой программе я хочу ограничиться притчей о пире, так как в притче о работниках, пришедших в виноградник, вот эта фраза «много званых, но мало избранных» встречается только в более поздних рукописях, да и по смыслу она там, в общем-то, не нужна, потому что все работники, пришедшие в этот виноградник, получили свою плату, причем одну и ту же, независимо от количества отработанного времени. То есть без награды не остался никто, и, соответственно, в ней как бы все избранные, и нет необходимости подчеркивать отличие избранных от всех остальных. А вот в притче о пире это отличие есть, и оно там есть в явном виде. Избранные это те, кто сидят за столом на пиру, а прочие остаются без ужина, как о них говорит Лука. У Матфея их конец более печальный, чем просто лечь спать на голодный желудок. И вот мы прочитаем притчу в его изложении. И вновь Ешо использовал притчи, говоря с ними, царство небесное похоже на царя, который приготовил для своего сына свадебный пир. Но когда он послал рабов созвать гостей на свадьбу, они отказались прийти. Тогда он послал других рабов, велев им передать гостям, послушайте, я приготовил праздничный стол, заколол быков и откормленных животных, и все готово, приходите на свадьбу. Но и это их не привлекло, и они вернулись кто на свое поле, кто к своей торговле. Остальные схватили рабов, издевались над ними, а затем убили. Царь пришел в ярость и послал своих солдат, которые уничтожили тех убийц и сожгли дотла их город. Тогда он сказал своим рабам, вот свадебный пир готов, а приглашенные оказались недостойными. Итак, пойдите на перекрестки и пригласите на праздничный обед всех, кого найдете. Рабы вышли на улицы, собрали всех, кого только могли найти, как добрых, так и злых. И свадебный зал был полон гостей. Когда же царь пошел взглянуть на гостей, он увидел там человека, не одетого по-праздничному. И он спросил его, друг, как ты вошел сюда без свадебной одежды? Человек промолчал. Тогда царь сказал слугам, свяжите его по рукам и ногам и бросьте вон, во тьму. Там люди будут стенать и скрежетать зубами, потому что многие приглашены, но немногие избраны. Итак, в чем разница между приглашенными, то есть званными, и избранными? Ну, очень простая. Избранные они не только получили приглашение, но и откликнулись на него. Ведь часть приглашенных, а именно те, кто получил приглашение первым, и отказались прийти на пир. Поэтому приглашены были другие люди, изначально не отчислившиеся в официальных списках приглашенных, так сказать. Случайные. Они, как и первые, тоже были приглашены, только чуть позже. И они отложили свои дела на поле и в торговле, и пришли на пир. И более того, избранные это те, кто не просто принял приглашение с благодарностью и пришел, но еще и оделся на этот пир соответственно. То есть отнесся к приглашению не с поверхностным уважением, а с настоящим. Приглашенных таким образом больше, чем тех, кто остается на перу. И смысл слов Ешо, на мой взгляд, заключается именно в этом. Избранные это не просто приглашенные, но те из приглашенных, которые откликнулись на приглашение, и не просто откликнулись, а откликнулись как положено. Кому же обращена эта притча, и что Ешо хотел сказать ей? Первый стих 22 главы гласит. Вновь Ешо использовал притчи, говоря с ними. С кем? С первосвященниками и книжниками. В 21 главе мы читаем, что когда Ешо входит в Иерусалим, приходит в храм и учит там, именно они спрашивают его о его власти. И с этого как раз и начинается его разговор с ними, в ходе которого он рассказывает им три притчи. Первая об отце и двух сыновьях, которые он истолковывает сам. Вторая о винограднике, который хозяин отдал виноградарям. И третья вот это о брачном пире. И все три притчи таким образом обращены к руководству Израиля. То есть, естественно, к тому руководству Израиля, которое у Израиля было во времена Ешоа. Теперь поговорим о смысле притчи. Первая ясна, смысл первой притчи ясен из самого текста Матфея. То есть, сын, который пообещал отцу, что послушается его, и не выполнил это обещание. Это религиозная верхушка Израиля. Это фарисеи, ревновавшие по святости всего народа. Это учителя Торы. И, конечно, саддукейская элита, заправлявшая всеми храмовыми делами. А непослушный сын, который позже раскаялся и, в конце концов, выполнил волю отца, это, по словам самого Ешоа, мытарь и блудница, то есть, чисто по-человечески, самые неподходящие кандидаты для Царства Божьего. Однако, именно они раскаялись в своих грехах и вняли призыву Ешоа. Вторая притча об управлении виноградником. Хозяин, сдающий его в наем, это, очевидно, сам Господь Бог и виноградником Господа в Танахе, то есть, в опорном тексте и самого Ешоа, и его аудитории, назван, конечно же, народ Израиля. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израиля, говорит пророк Исаи. Ну, а винограды, это, конечно же, нынешние руководители народа, которые своим неприятием, как Ешоа, так и предшествовавших ему пророков, посланников Господа, препятствовали винограднику приносить тот плод, который ожидал от него хозяин. Они фактически пытаются узурпировать власть над этим виноградником. И Ешо говорит им, что хозяин заберет у них виноградник и отдаст его тем, кто будет выращивать плоды и отдавать их ему. И смысл понятен. Нынешнее руководство Израиля, противящееся Богу, лишится данной ему Богом власти. На смену ему придет другое руководство, которое будет послушно Господу и которое будет пасти народ Мессии. И в Деяниях Апостолов мы видим, что эта власть действительно дана апостолам Ешоа, а народ, приносящий плоды, это, во-первых, мессианские евреи, евреи, которые уверовали в то, что Ешоа – Мессия Израиля, а в скором времени это будут также и неевреи, верующие в Ешоа. Эти две притчи объединяет общая тема. То есть люди, обладающие привилегированным статусом, лишаются его, в то время как не имеющие статуса обретают его. И третья притча продолжает вот эту тему. Ешоа говорит мне, что изначально приглашенные оказались недостойны, и их место занимают на Перу те, кого сначала туда вообще не звали. О ком же он говорит? Мне кажется, тут, возможно, несколько толкований. Первое. Приглашенные – это, опять-таки, нынешние лидеры Израиля. А избранные – это апостолы Мессии. Или, если брать шире, все руководители мессианской общины Израиля. Ну, например, представленные на так называемом Иерусалимском соборе, о котором речь идет в 15 главе книги «Деяний апостолов». Это люди не книжные, то есть не обученные и простые, как пишут об апостолах Петре и Иоанне Лука в 4 главе «Деяний». То есть чисто по-человечески совершенно неподходящие кандидаты в духовные и религиозные лидеры. В такое толкование также хорошо вписывается, кстати, и Иуда Искариот. Это один из избранных, один из 12 апостолов, который, тем не менее, вместо доверия Богу пошел своим путем. Он сам решал, в какой одежде заявляться на брачный пир. Ну, и потому, конечно, кончил плохо. Второе толкование – это традиционные церковные. Приглашенные – это весь народ Израиля. Избранные – это не евреи, образующие христианскую церковь. То есть классический вариант теологии замещения. Места на перу, изначально предназначенные людям из царского списка, в конце концов, оказываются заняты теми, кто и не надеялся попасть на праздник, то есть быть частью народа Божьего. Эти места оказываются заняты необрезанными, нечистыми псами, которые могут рассчитывать в лучшем случае на крошки, падающие со стола господ, если вы помните евангельскую историю о сиро-финикянке. И на первый взгляд, вот это толкование поддерживается самим Новым Заветом, причем не доктринальными утверждениями, а самыми, что ни на есть, историческими, то есть теми, с которыми спорить труднее, чем с доктринальными. То есть в самом деле, например, в той же самой книге «Деяния апостолов» мы читаем как минимум дважды в Антиохе и в Коринфе апостол Павел действует по одной и той же схеме. Он проповедует Аишуа евреям, те его слушать не хотят, и тогда он заявляет им, что ему больше делать среди них нечего, и с этого момента он обращается с проповедью Аишуа к язычникам. В Коринфской синагоге он выражается вот так. «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду язычникам». И вот это выражение «кровь ваша на голове вашей» оно из Танаха, поэтому еврейской аудитории оно, конечно, было хорошо знакомо, и смысл его был в том, что вы сами будете повинны в вашей гибели. Я чист, это значит, что я в вашей гибели буду совершенно не повинен, поскольку уже указал вам путь спасения, но вы его отвергли. В Антиохе он говорит то же самое открытым текстом. «Мы должны были принести Божью весть вам первым, но раз вы отвергаете ее и не считаете себя достойными вечной жизни, мы уходим к язычникам». Язычники, соответственно, принимают весть Аишуа с великой радостью. Доктринальные утверждения в пользу вот такого традиционного толкования тоже есть. Например, в 11 главе послания к Кремлям, которое большинство исследователей Нового Завета считает основным доктринальным документом, Павел пишет «от их падения спасение язычникам». Так что, то есть, от падения евреев спасение неевреям. Так что, очень легко, в принципе, сделать вывод о том, что притча о брачном пире пророческая, и поскольку Израиль отверг Ишуа, то вместо него, то есть вместо Израиля, на брачный пир в Царство Божье приглашены язычники, которые это приглашение с радостью приняли. Однако, проблема с этим выводом заключается в том, что притчата говорит о результатах окончательных и бесповоротных. В то время как Шауль в той самой 11 главе послания к Кремлям абсолютно недвусмысленно заявляет, что падение Израиля не окончательное, что Бог не отверг Израиль, и что у Израиля есть будущее в Боге. И поэтому такое толкование можно принять лишь с оговорками. Да, в первом веке нашей эры действительно большинство Израиля отвергло Ишуа. Да, последствия этого отвержения были плачевные. Суд, о котором предсказывал Ишуа, действительно пришел в 70-м году нашей эры, когда Тит разрушил храм, а затем в 132-м году, когда Адриан запретил евреям селиться в земле Израиля, сравнял Иерусалим с землей и переименовал его в Эле Капитолина, а землю Израиля в Палестину. Да, как ни парадоксально это звучит, спасение язычников действительно обусловлено падением Израиля. Все это так. Однако есть два но. Первое. Ишуа был отвергнут не всем Израилям поголовно. Было очень значительное меньшинство, в том числе множество куаним, священников, которые стали учениками Ишуа. И второе. Однажды в будущем Господь снова посетит свой народ. Так что весь Израиль спасется. Причем вполне возможно, что мы сейчас уже являемся свидетелями начала этого посещения. Ну и наконец, третье толкование, которое здесь, на мой взгляд, допустимо. Если отвлечься от Израиля и язычников, и поговорить о всех нас без различия национальности и пола, то мораль всей притчи такова. Сегодняшний статус – это еще не гарантия хэппи-энда. Цыплят по осени считают. Как Матфей, так и Марк употребляют слово «избранное» еще в одной ситуации, когда Ишуа говорит о лжемессиях и лжепророках последнего времени. «Явятся лжепомазанники и лжепророки, явят великие знаки и чудеса, чтобы, если удастся, ввести в обман даже избранных». Таким образом, избранные тоже не застрахованы от неприятностей. Они не будут освобождены от испытаний, во время которых и выяснится, удастся ли обольстителю ввести их в обман. Потому что, в принципе, это очевидно возможно. Ведь в конце-то концов все мы сделаны из одного и того же теста. Вот на этой радостной ноте хочу поблагодарить вас за внимание. И в следующей программе мы подведем итог по теме избрания. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями